Всем привет! С вами Валентина. И в первую очередь я хочу поздравить вас с прошедшими праздниками. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия в ваших семьях. В этом видео мы с вами продолжаем тему экономного питания. Я поделюсь с вами моими идеями экономного меню на 3 дня на семью из 4 человек, который поможет сэкономить ваш семейный бюджет и освободить денежки на желаемые покупки, отдых с семьей и так далее. В этом году я решила разнообразить свой контент, делать больше тематических подборок, открывать для себя новые вкусы, готовить блюда также из простых продуктов, но, как я говорю, с изюминкой. Если вам также хочется попробовать и открыть для себя новые вкусы, дайте знать мне об этом в комментариях. И обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, и также подписывайтесь на мой телеграм-канал. А мы начинаем с закупки продуктов. Это курица весом 1,8 кг, яйца 10 штук, красная чечевица, макароны, крабовые палочки, творог, лаваш армянский, помидоры, огурцы, апельсины и картофель. Также из продуктов, которые у меня были в наличии, это уже предварительно перемолотые овсяные хлопья, мука, морковь, репчатый лук, сметана и сыр. Я показала вам основные ингредиенты, а остальные вспомогательные продукты, которые в основном у всех есть в наличии, это сахар, подсолнечное масло, различные специи, я обязательно укажу в описании под видео, с подсчетом итоговой стоимости меню, с учетом использованных продуктов, по граммам и количеству. А мы начинаем с приготовления завтрака. И это будет лаваш с крабовыми палочками. В удобную для вас емкость натираем на крупной терке 4 отварных яйца. Затем туда же на крупной терке натираем 1 пачку крабовых палочек. Выдавливаем пару зубчиков чеснока. Добавляем свежий или, как у меня, замороженный укроп, 2 столовые ложки. Немного подсаливаем и добавляем 2-3 столовые ложки сметаны или майонеза. Я добавлю и сметану, и оставшийся после приготовления новогодних салатов майонез. В повседневной жизни мы майонез не особо едим. Все хорошо перемешиваем. Половину подготовленной смеси выкладываем на лист лаваша и тонким слоем распределяем ее по листу. Затем сверху накрываем вторым листом лаваша, немного придавливаем его руками и выкладываем и распределяем по листу оставшуюся часть смеси. Скатываем по возможности в плотный рулет. И дополнительно обматываем рулет в пакет, для того, чтобы он не подсыхал. И убираем его на пропитку в холодильник. Я приготовила этот рулет с вечера. А с утра останется его только порезать и подать к завтраку. Рулет очень хорошо пропитался и стал сочным. К чаю сегодня приготовим очень вкусные творожные рулетики с апельсиновой начинкой. Я больше чем уверена, если вы один раз приготовите такие рулетики, то этот рецепт однозначно уйдет вам в копилочку. Потому что они получаются очень мягкие, нежные, с цитрусовой начинкой. Но начинки, кстати, можно делать разные. С яблоками, с различными ягодами, какие у вас есть в морозилке. Или по сезону. В удобную для вас емкость выкладываем 100 грамм сметаны. У меня 15%. Туда же разбиваем одно яйцо. Всыпаем 100 грамм сахара. Добавляем щепотку соли. Один пакет ванильного сахара. И все хорошо перемешиваем. В отдельной емкости разминаем творог. Одну пачку. В ней 180 грамм. И отправляем в ранее подготовленную смесь. Хорошо размешиваем. Затем просеиваем примерно 300 грамм муки. Но может потребоваться чуть больше. И поэтому я всегда рекомендую добавлять муку частями. Так как она имеет разную плотность. И смотреть по консистенции теста. Также в муку добавляем половину чайной ложки соды. Гасить ее не надо. Так как в тесте содержится кисломолочный продукт. В нашем случае творог. Он ее как раз и погасит. Как только тесто схватилось. Замешиваем его руками. Тесто должно стать мягким. И слегка липким. Это нормально. Накрываем его пакетом. И отправляем на 20-30 минут в холодильник. А пока тесто отдыхает. Приготовим начинку. В чашу блендера. Выкладываем порезанный на небольшие кусочки. Один апельсин. Весом 200 грамм. Прямо с кожурой. Она придаст пикантную легкую горчинку. Перед этим апельсин нужно хорошо промыть под проточной водой. И еще на пару секунд обдать кипятком. Выкладываем измельченный апельсин на прогретую на среднем огне сковородку. С добавлением небольшого количества подсолнечного масла. Естественно без запаха. Всыпаем 100 грамм сахара. Перемешиваем. И немного обжариваем на небольшом огне до растворения сахара. Начинка сразу станет жидкой. А для ее загустения растворяем 1 столовую ложку картофельного крахмала в 2 столовых ложках холодной воды. И не переставая перемешивать, вливаем крахмал и ждем пока начинка загустеет. Уже видно, что начинка начинает стабилизироваться. После перекладываем начинку в емкость для того, чтобы она быстрее остыла. Выкладываем охлажденное тесто на припыленную мукой поверхность. Так оно не будет приставать к поверхности. Сверху тоже немного припыляем мукой. И раскатываем по возможности в тонкий прямоугольный пласт. Затем распределяем начинку по поверхности. И при помощи силиконового коврика скатываем рулет. Руками придаем форму рулету. И разрезаем его на ровные кусочки. Примерно в 1 см толщиной. И выкладываем на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Так как при выпекании они сильно поднимутся. Отправляем рулетики в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Но всегда ориентируйтесь по возможностям своей духовки. Готово? Красота! Дайте булочкам полежать и остыть на пергаменте. Так они дадут влажность при остывании и лучше отойдут от формы. Приступаем к приготовлению обеда. Сегодня на обед для себя любимый я приготовлю потрясающий вкусный суп из красной чечевицы на курином бульоне. А для остальных членов семьи я приготовлю их любимый картофельный суп на курином бульоне. Я предварительно разрезала курицу. Куриный каркас отправим на бульон. Я сначала всегда его хорошо промываю и предварительно замачиваю в холодной воде. Куриную грудку я приготовлю сегодня на ужин. А остатки приготовлю в третий день меню. Я уже варю в большой кастрюле на 5 литров куриный каркас. Для дополнительного вкуса и аромата бульону я кладу поджаренный репчатый лук с морковью. Немного добавляю замороженного сельдерея и стебли от петрушки и укропа. Сейчас буду процеживать бульон и делить на 2 кастрюли. Как варю картофельный суп на курином бульоне не буду вам показывать. Вы все умеете его готовить. А вот для приготовления супа из красной чечевицы есть определенные хитрости. Для того, чтобы сделать еще более вкусный и насыщенный бульон, нужно добавить определенные специи. Я уже измельчила половину чайной ложки кориандра. К нему добавляем половину чайной ложки специй кари, столько же зиры и молотого имбиря и немного молотого перца. Перемешиваем. Я уже обжарила одну крупную луковицу репчатого лука и одну крупную морковь. Часть пережарки я сейчас отправлю в один суп, а вторую часть отправлю в чечевичный суп. Но перед этим в пережарку мы еще добавляем порезанную степень сельдерея, примерно 50 грамм, и обжариваем его пару минут. Затем добавляем ранее подготовленные специи и измельченный чеснок, пару зубчиков. И тоже обжариваем пару минут. И в конце добавляем полторы столовые ложки томатной пасты. В летний сезон можно добавить свежий помидор или помидоры в собственном соку. И обжариваем еще две минуты. Пережарка готова. В кипящий бульон добавляем порезанный кубиком картофель, одну штуку. На объем кастрюли 2,5 литра этого будет достаточно. Хорошо промытую в холодной воде чечевицу, примерно 130 грамм. Затем добавляем пережарку. И мясо курицы. Перемешиваем, доводим до кипения и варим на умеренном огне 15 минут. За это время и картофель, и чечевица приготовятся. Пенку по мере появления снимаем. Вот такая красота у нас получилась. Суп получился в меру густой. А бульон... Это надо пробовать, какой он получился вкусный. На ужин приготовим сливочную запеканку из макарон с куриной грудкой. Для этого промытую куриную грудку нарезаем небольшим кубиком. Подсаливаем, добавляем черный молотый перец по вкусу и немного сладкой паприки. Перемешиваем и оставляем так на 10-15 минут. В форму для запекания выкладываем крупные макароны. Мелкие для этого рецепта не подойдут. Очень быстро разварятся при выпекании. На макароны выкладываем куриное филе. Порезанный небольшим кубиком один помидор. Или же если есть, то можно положить помидорки черри, порезанные пополам. В отдельную емкость добавляем 2 столовые ложки сметаны или майонеза. Соль по вкусу. Смесь итальянских или прованских трав. Перемешиваем. И заливаем теплой водой. Примерно 600 мл. Выливаем подготовленную смесь макароны. Накрываем форму фольгой. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-40 минут. По готовности фольгу снимаем. Сверху посыпаем натертым на крупной терке сыром. И снова отправляем в духовку до его расплавления. Готовы запеканки. Дайте немного остыть и стабилизироваться. А затем можно подавать к столу. В дополнение к ужину я еще порезала салат из огурцов, помидоров со сладким луком для меня и мужа. А деткам просто порезала огурчик. Приятного аппетита! Этого количества еды нам хватит на 2 дня. На то и расчет. Завтра я буду заниматься другими полезными делами. А я приглашаю вас в третий день меню. На завтрак сегодня приготовим очень вкусный и полезный овсяноблин, который можно есть даже при похудении. Друзья, сейчас мне пришла идея, а не собрать ли мне в подборку самые лучшие, ну конечно же на мой взгляд, рецепты бюджетных завтраков на каждый день. Или завтраки для похудения. Жду вашего ответа в комментариях. В миску разбиваем одно яйцо. Добавляем 4 столовые ложки предварительно перебитых в блендере овсяных хлопьев. Добавляем 6 столовых ложек молока, соль по вкусу и все хорошо перемешиваем. Далее выливаем смесь на разогретую на среднем огне сухую сковородку. Газ убавляем на минимум. Накрываем крышкой, ждем пока блинчик схватится и поверхность станет матовая. Затем блин переворачиваем, на одну половину выкладываем натертый на средней терке сыр, но начинки можете придумать самые разные. Тут полет фантазии свободный. Накрываем второй половиной, немного придавливаем, накрываем крышкой и даем обжариться до румяной корочки с одной стороны, а затем с другой. Овсяный блинчик готов! Дополняйте его по желанию зеленью, овощами и заряд энергии на первую половину дня вам обеспечен. На обед у нас еще есть суп, а на ужин приготовим вкусную куриную грудку в маринаде. В небольшую емкость наливаем 100 мл соевого соуса. Добавляем 1 чайную ложку паприки, 1 столовую ложку меда и 2 столовые ложки любого кетчупа. Все хорошо перемешиваем. Курицу я промыла, бедра и крылья я разрезала пополам, для того, чтобы кусочки были небольшого размера. Заливаем курицу маринадом, перемешиваем. Можно еще слегка посолить, но не увлекайтесь, так как и соевый соус, и кетчуп тоже соленые. Перемешиваем и убираем в холодильник мариноваться. Чем дольше, тем лучше. Периодически курицу можно перемешивать. Затем выкладываем курицу в небольшую форму для запекания. Можно сверху немного полить маринадом. И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40 минут. А в процессе приготовления также поливайте соусом. Я еще на 10 минут включила функцию гриль. И посмотрите, какая аппетитная курочка у меня получилась. А на гарнир у нас будет картофельное пюре и свои соленья. А еще больше моих идей разнообразного и экономного меню вы увидите в этом плейлисте. За лайк и подписку обняла. Всем пока-пока!